О стратегии отрасли информационных технологий и связи говорили сегодня на совещании в Доме правительства. Речь идет о ближайших пяти годах, в течение которых в республике поэтапно будут сформированы цифровая экономика и цифровое общество. Все с приставкой цифра. Экономика, управление, технологии, инфраструктура, безопасность. На все про все отведено пять лет. Невозможно продвижение практически всех принципов, заложенных в цифровой экономике и развития цифровых услуг. Так, до 2021 года в Чувашской республике будет реализовано подключение по автоволоконным каналам связи порядка 340 объектов. До конца будущего года будет подключено еще 698 объектов. Надо еще отметить о том, что в рамках реализации этого большого проекта в Чувашской республике также будет создано 441 узел связи. Это в сельской местности. Создание цифровой связи позволит нам обеспечить более качественным интернетом и вообще связью довольно большую часть территорий населенных пунктов, находящихся в сельской местности. Приоритеты понятны. Если города и крупные населенные пункты республики уже обеспечены связью хорошего качества, то села и деревни еще только оснащаются широкополосным скоростным интернетом. Рельеф местности в большинстве своем сложный. В некоторые точки малые операторы опасаются заходить и вовсе. Вложения могут не окупиться. Чтобы дать толчок развитию, правительство планирует выделить субсидии тем, кто рискнет строить там свой узел. Из этих задач мы одним из направлений нашего министерства, и сейчас это будет прописано в прописанной стратегии развития Чувашской республики, видим разработку механизмов возвещения операторам сотовой связи затрат, связанных со строительством базовых станций, для того, чтобы на основе этого они потом могли представлять эти качественные услуги связи. То есть у нас порядка таких 20 объектов, стоимость примерно возведения и компенсации может составляться порядка 2 миллионов на один объект. К концу 2021 года доступ к интернету получат все социально значимые объекты. Работа началась еще в прошлом году, а в планах на этот еще 110 объектов. Активно развивается портал госуслуги. Там зарегистрировано 83% населения республики. Заработал сайт о ходе реализации национальных проектов. Среди приоритетных задач на ближайшие годы выстраивание сквозных процессов при оказании государственных услуг, создание центра цифровых компетенций, полный переход на компоненты отечественного программного обеспечения, создание особого налогового режима с ольготными условиями для IT-компаний. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok